Неожиданный поворот в ситуации вокруг Сирии. Американская военная операция не отменяется, но откладывается. На решение Барака Обама взять тайм-аут повлияла российская инициатива передать все химическое оружие страны под международный контроль. Президент США не исключает позитивного развития событий, а голосование в Конгрессе решено перенести. Я говорил об этом в том числе и с президентом Путиным. Для США запрет на применение химического оружия в Сирии крайне важен. И если есть возможность достичь этого дипломатическим путем, то я это всецело поддерживаю. Нам нужно найти формулу, которая даст международному сообществу надежный механизм контроля за химическим оружием в Сирии. Если это будет сделано, то я только за. Еще ранее все попытки Обама убедить конгрессменов в необходимости ударов по Сирии оказались несостоятельными. Во всех обращениях к нации он все равно пытается убедить страну в необходимости применения силы. Понимаете, я не уверен, что мы когда-либо найдем в этом вопросе поддержку большинства американского народа после десятилетия войны, после того, что произошло в Ираке. И это понятно. Тем более, что нет прямой угрозы для нашей страны. Если даже спросить моих родных, они очень сомневаются в необходимости решительных мер. Так что завтра я выступлю перед народом и объясню, что это не Ирак, не Афганистан и даже не Ливия. Мы не говорим о наземном вторжении, не говорим о продолжительных авиаударах. Речь идет о конкретных атаках, которые помешают использовать химическое оружие. Но я также скажу, что в интересах нашей собственной безопасности нам необходим запрет на химическое оружие в Сирии. Надежда на дипломатическое решение отодвинула и намеченное на среду предварительное голосование по сирийской резолюции в Сенате. Политики, кажется, намерены дать шанс Белому дому найти выход из тупика, в который американский президент загнал себя сам, пообещав ударить по режиму Асада.